Добрый день, господа! Знаете, в конце 19 века обычный американский паренек, кстати, его звали Джон Рокфеллер, придумал компанию Standard Oil. И с тех пор у нас у всех масса вопросов, которые касаются моторных масел. И знаете, этой осенью я получил, как обычно, огромное их количество к себе в личку. А что мне залить? А чем отличается? А почему это столько стоит? И сегодня я вам предлагаю поговорить как раз на эту тему. Поехали, парни! Итак, друзья, моторные масла. Перед вами есть три образца. Два, соответственно, бочковые. Это то, что у нас постоянно заливается на техническом сервисе. И образец русского производства. И сегодня я хотел бы с вами обсудить их отличия. Ну, что это такое? В этой канистре у нас находится оригинальное моторное масло. Что значит оригинальное? Оригинальное это масло, которое продается под брендом производителя. Я думаю, самые мудрые из вас понимают, что ни компания Toyota, ни компания Suzuki, конечно, сама не имеет производственных линий для того, чтобы производить масло. Друзья, она является просто упаковщиком. И, соответственно, к той цене, которую ей дает производитель, просто накидывает свою маржу. Разливает все это дело в брендированные канистры и продает содержимое нам с вами. Вот по этой цене 849 рублей за литр. Что касается правой канистры, господа, здесь у нас находится очень-очень-очень жирный бренд. Один из лучших в мире, как гласит реклама. И я думаю, вы заметили, что цена за литр об этом говорит красноречиво. 1 075 рублей. Ну, а посередине, господа, у нас притаилось эдакое отечественного производства «Зовушка», которое называется «Синтек». И, знаете, у этого масла достаточно неплохие отзывы на ойл-клубе. Почему я все это собрал и вытащил на ваше обозрение? Ну, потому что я хочу вам рассказать одну интересную историю, в которой будет немножко совсем про химию, про производство и много про маркетинг. И начнем мы, пожалуй, с самого начала. Когда-то давно, господа, американская ассоциация инженеров придумала вот такой вот забавный индекс. Он называется «САЕ». Для чего это было нужно? Ну, знаете, во времена Рокфеллера и после этого была путаница. То есть, какое масло подходит для каких моторов. И нужно было прийти хоть к какому-то соглашению. И появилась очень простая линейка. То есть, появилось, во-первых, деление на летнее и зимнее масла. Вот эта вот буковка «дабл» говорит о том, что перед вами масло зимнее. Перед этой буквой, как правило, находится индекс. В нашем случае, ну, во всех трех случаях это будет 5. О чем говорит эта циферка? Знаете, за точку отсчета в зимних маслах взята температура минус 40 градусов. То есть, для того, чтобы понять, в каком температурном диапазоне работает масло зимой, нам надо просто из 40 вычесть вот этот вот индекс. 5, 10, либо 15, как правило. Таким образом, мы понимаем, что представленные образцы работают до минус 35 градусов зимой. Далее начинается самое интересное. Это масло универсальное, то есть на нем можно ездить и зимой, и летом. Поэтому у него есть второй индекс. Кстати, если масло просто летнее, этого всего не будет. Будет просто циферка 30. Ну и, как вы уже догадались, до плюс 30 градусов всю эту линейку можно эксплуатировать. То есть, если здесь будет написано 5W50, то, соответственно, можно будет эксплуатировать масло летом до плюс 50. Что это значит? Это означает, господа, что все три производителя, соответственно, гарантируют нам отсутствие разрывов и нормальную вязку. Что значит отсутствие разрывов? Ну, знаете, трение, то есть, когда у вас вращается коленчатый вал во вкладышах, вам нужно, чтобы была масляная пленка. И в идеале, чтобы не было ее масляной пленки разрывов, чтобы все было смазано. Так вот, если ориентироваться на САЕ индекс, получается, что все эти три масла обеспечивают нам комфортную эксплуатацию наших моторов от минус 35 до плюс 30 градусов. Я думаю, это абсолютно понятно каждому. Как вы сами понимаете, друзья, естественно, автомобилестроение не стояло в те годы на месте. Менялись конструкции двигателя, и надо было как-то немножечко все-таки усложнить классификацию масел и смазывающих жидкости. И тогда Американский институт нефти придумал индекс IPI. То есть, это более современная, прогрессивная, скажем так, шкала, которая отвечает и показывает нам следующее. Для автомобилей какого года выпуска плюс-минус, ну, для технических решений каких годов, подходит конкретное масло. И это достаточно тоже принятая система спецификации моторных масел в мире. Некоторое время назад, абсолютно недавно, относительно САЕ и API, появилась еще вот такая вот штука. Илсак, ну, как бы это в русской транскрипции. Значит, вот это вот самое интересное из того, что есть. Это совместно азиатско-американский такой проект для уточнения характеристик масла. Но я хочу вам рассказать не об этом. Я хочу вернуться к еще одной интересной надписи на канистре. И надпись эта звучит следующим образом, граждане. Fully synthetic motor oil. Что означает полностью синтетическое моторное масло. И вот здесь, господа, начинаются вопросы. До 1999 года компания ExxonMobil выпускала полностью синтетические масла. И, в общем-то, была монополистом рынка. Это такой, скорее, исторический экскурс. Но, знаете, потом такая же надпись на канистре появилась на продукции компании Castrol. И состоялся суд. Самым забавным является итог этого суда. Кто не в курсе, можете погуглить. Американский суд пришел к выводу, что вот эта вот надпись fully synthetic, она никакого, в общем-то, отношения к технологическим процессам в этой области не имеет. А имеет отношение к маркетингу. И с тех пор абсолютно не важно, как получено синтетическое масло. Так как, господа, масляная основа, по большому счету, у всех одинаковая, но вот эти вот процессы гидрокрекинга, все, что здесь представлено, реализовано именно на них, плюс-минус одинаковая. Это дает мне право говорить об одинаковой плюс-минус масляной основе, но она может отличаться, скажем так, только по качеству нефтепродуктов. Ну, содержание той же серы, например, в изначальном нефтепродукте. Понимаете, все упирается в присадки. То есть для того, чтобы обеспечить стабильную работу масла в различных условиях, приходится, соответственно, в масляную основу, в базовую, добавлять различные химические элементы. Да, это действительно непросто, но это делается. Для чего? Ну, дело все в том, что при работе двигателя мы сталкиваемся с негативными факторами его работы, которые отражаются на масле. Ну, а теперь, господа, когда мы более или менее разобрались с технической составляющей, и вам, я надеюсь, все понятно, я попробую объяснить, чем заключается подвох. И для этого нам придется вспомнить опять старину Рокфеллера, друзья. Вся проблема заключается в том, что Standard Oil, компания, которую он создал, была разделена на несколько других компаний. Это сделал антимонопольный комитет США. И, в общем-то, все эти компании сейчас являются лидерами в производстве смазочной продукции. Значит, как это выглядит? Вернемся к присадкам. Есть четыре крупнейшие компании, которые делают присадки на весь мир. И да, большая часть из них американская. Ну, приведу, как пример, вубризованный, например, или аронит. Есть компания-производители автомобильных масел, которые поддерживают весь цикл производства, непосредственно от нефтедобычи до доставки своей продукции на прилавки магазинов. Есть те, которые покупают готовую масляную основу, есть те, которые покупают присадки. Значит, что я хочу вам донести? Вот здесь на канистре, если вы посмотрите, есть одна интересная надпись. 100% пакет импортных присадок. Это косвенно подтверждает мои слова. А раз так, напрашивается самый простой вывод. Если масляная основа плюс-минус одинаково, отличается только уровнем очистки от примесей, и если присадки разрабатываются по факту, ну, плюс-минус на четырех основных заводах производителей, объясните мне, пожалуйста, граждане, почему такая разница в цене? Как так получается? Не можете? А я могу. Вся проблема людей заключается в том, что мы редко задумываемся над происходящим. Знаете, вот здесь вот на табличке написано все то же самое, что было бы написано на табличках на этих канистрах. Почему? Это техническая информация, это спецификация. То есть вот эти вот 5.30, соответственно, индекс API говорит о том, что перед нами с технической точки зрения. То есть куда это можно заливать и чего от этого ожидать. И знаете, несмотря на цену, техническая составляющая у всех этих трех масел одинаковая. Почему разная цена? Ну, потому что компании, господа, вкладывают абсолютно разные цифры в маркетинговое продвижение своих продуктов. Когда полтора года назад я учился в одной из, скажем так, компаний-лидеров, совершенствовал свои знания, я задал вопрос главному технологу. Я говорю, вы практически лидеры, ну, одни из. Я говорю, объясните доступно, чем ваше масло лучше, чем другие. И человек подвис по той простой причине, что сказать ему было нечего. Потому что непосредственно для этого, ну, одного из лидеров, соответственно, производителей масел в России и в мире, никто не делает никаких персональных присадок. Методы получения основы тоже одинаковые. И, знаете, я понял одну простую вещь, которую хочу донести до вас. Если у вас обычная машина со стандартными характеристиками, то на 99% для вас не будет разницы, что вы заплатите 428 рублей за литр, что вы заплатите 849, что 1075. В канистре будет плюс-минус одно и то же, друзья. Всегда ли важно ориентироваться на показатели Илсак? Знаете, если у вас мощный спортивный автомобиль или высокооборотистый двигатель, или если вы живете где-то, ну, там, не знаю, на крайнем севере, где зимой минус 60, наверное, это важно. Но большинство людей, которые относят свои деньги в магазин и выбирают либо сами, либо по совету менеджера какую-то продукцию, ездят в средней полосе при средних температурных диапазонах на средних автомобилях. И как человек, который всю жизнь работает в этой сфере, я вам могу сказать, что нет принципиальной разницы, что вы зальете. Дело все в том, что если вы не будете выкатывать 25 тысяч километров на одной канистре масла, что само по себе уже безумие, а будете менять его раз в 10 тысяч или, соответственно, чаще, вам вообще по-хорошему плевать, что у вас залито, при условии того, что технические параметры масла совпадают с техническими параметрами, которые заявил производитель вашего двигателя. Таким образом, господа, я хочу подытожить свое выступление перед вами следующими словами. Если вы чекобеспеченный, вы привыкли всю жизнь платить за лучшее, скажем так, ну, в нашем случае лучшее это просто бренд, понимаете, то тогда вы можете выбирать что-то прям такое широко и щедро разрекламированное. А если вы техника, механик, как я, то, наверное, стоит обратить ваше внимание на техническую составляющую и параметры, потому что какой смысл переплачивать любителям маркетинга, если техническая составляющая у масел и пакета присадок примерно одинаковая. Обдумайте это. Пока, парни. Субтитры подогнал «Симон»!